Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Александр на канале Финансовая Независимость. Я инвестирую на фондовом рынке с конца прошлого века. На канале показываю свои личные инвестиции, выкладываю обучающие ролики и делюсь собственными инвестиционными мнениями. Подтверждаю своим опытом и достижениями, что долгосрочные инвестиции – это верный путь к финансовой независимости. Сегодня воскресенье, а значит будет образовательное видео для начинающих инвесторов. Кстати, в описании к каждому видео, внизу, под видео, я добавил ссылки на наиболее важные и нужные ролики для начинающих инвесторов. Посмотрев их, вы найдете ответы на многие ваши вопросы из комментариев. Там и о смысле инвестиций, и о конкретных шагах в начале, и о практических результатах дивидендной стратегии, и, конечно же, о финансовой независимости. Много чего еще нужного и полезного. Смотрите и не говорите, что вы этого не видели. А сегодня продолжу образовательный цикл. Не переключайтесь, и вы узнаете про основные принципы инвестиционного подхода. А именно, узнаете, каков должен быть срок инвестирования, связь возраста и инвестиционной стратегии, сколько и как нужно сберегать. Узнаете о том, что молодость – лучший инвестиционный ресурс, и узнаете о правильном горизонте инвестирования. Даже будут важные слова о регулярности инвестиций и о страхе перед инвестициями. Тема обширная, все из перечисленного важно в инвестировании. И в совокупности ведет к финансовому успеху. В общем, надо смотреть обязательно. Начну по порядку. В связи с тем, что в своих видео я часто говорю о длительных инвестициях, мне довольно часто задают вопрос в комментариях. А насколько по времени лучше всего инвестировать? Мой ответ в этом случае – однозначно, инвестировать нужно в течение всей своей жизни. Это мое правило. Я уверен, что буду инвестировать всегда. Другой вопрос – какие инструменты и в каких пропорциях? Инвестирование – это часть жизненной философии, на мой взгляд. Но бывает ситуация, когда кто-то с помощью инвестирования копит на крупные покупки, например, автомобиль или квартиру. В этом случае целесообразно делать расчеты. Вы должны примерно рассчитать, когда у вас получится произвести желаемую покупку. Если вы копите инвестированием в акции на крупную покупку, которую планируете осуществить, например, через пару лет, то вам уже не стоит инвестировать на фондовом рынке сейчас. Потому что на фондовом рынке бывают просадки, которые могут длиться дольше, чем 2 и 3 года. Бывало и гораздо больше. И вы можете столкнуться с тем, что к запланированному времени денег окажется просто недостаточно. Вы скажете, что я излишне осторожен, 2-3 года – это много. Это сколько же можно потерять недополученные прибыли от инвестирования? Не стоит считать прибыль по результатам даже нескольких лет. А на канале очень часто встречаются зрители, которые склонны делать далеко идущие глобальные выводы по результатам инвестирования даже пары месяцев. Инвестиции так не работают. А вот просадки на фондовом рынке за такие короткие периоды имеют право быть однозначно. И бывают. Уж поверьте. Вы просто посмотрите на некоторые графики. Кстати, посмотрите сравнительно недавнее видео о глубоких падениях и финансовых кризисах. Название там говорящее. Это видео слегка отрезвляет, особенно сейчас, период неудержимой эйфории на рынках. Это нужно учитывать в своем инвестиционном плане. И теперь конкретно по срокам инвестирования. Начинать инвестировать меньше, чем на 7-8 лет смысла, я считаю, нет. Разве что только в ФЗ. Нормальным считается горизонт инвестирования от 10 лет. Напомню, я инвестирую давно и останавливаться не собираюсь до упора. Вы же, конечно, можете поступать по-своему. Имеете полное право, как, впрочем, и всегда. Своё мнение я традиционно не навязываю. Далее личный опыт по приобретению движимого и недвижимого имущества. Как я это приобретал? А очень просто. Я инвестировал в обычном режиме. В определенный момент времени приходило понимание, что мне пора обновлять, например, автомобиль. Примерно прикидывал, сколько и когда мне нужно денежных средств. Далее сравнивал это желание со своими текущими возможностями. Смотрел, сколько можно отложить от текущих зарплат до момента обновления авто. Ну и остальные деньги выводил с биржи, если оно требовалось. Выводил заранее, конечно же, на банковские депозиты. Банковские депозиты я, как правило, открываю те, которые позволяют забирать средства частично или полностью без потери процентов. Для меня важен быстрый доступ без потерь. С квартирой, как ни странно, но схема была такая же. Я выводил деньги примерно за полтора года до момента покупки. Даже больше. И, кстати, покупка квартиры пришлась на одну из небольших локальных просадок рынка. Много я бы не потерял, но было бы очень неприятно. А на банковском депозите в то время еще был хороший процент. Так что я еще и в небольшом плюсе оказался. Кто-то скажет перестраховщик, а я уверен, что это необходимый риск-менеджмент. И лучше это услышать от меня, чем научиться на своих ошибках. Тут уж поверьте. Вот такие принципы и примеры по срокам инвестирования. И поверьте, я не слишком осторожен. Я нормально осторожен. Именно эти принципы позволяли мне на протяжении многих лет не только не потерять деньги, но и существенно их приумножить. То есть инвестиции – это жизненный инвестиционный план с периодической корректировкой. Корректировки – это крупные траты, какие-то другие жизненные обстоятельства, ну или крупные пополнения. Далее. В порядке рассмотрения инвестиционного процесса есть смысл коснуться возраста инвестирующего. Каждый из нас индивидуален. У каждого свой уровень заработной платы, способность и потенциал накоплений. Регулярность этих поступлений – все это зависит еще и от возраста. Постепенно с возрастом человек начинает зарабатывать больше, но это длится, к сожалению, недолго. Ну или не очень долго. Максимум по заработку находится примерно в интервале 35-45 лет. Причем, понятно, что ближе к 45 годам, скорее всего. И это тоже очень индивидуально. Зависит от вас и от выбранной профессии и так далее и тому подобное. У кого-то доход и после 45 вырастет и мои вам поздравления. Но, в общем и целом, статистика такая, как я ее представил. А вот потом, после 45, сил и энергии для самозабвенного труда становятся все меньше и здоровье уже не то. Ведь не зря работодатели с такой неохотой берут на работу сотрудников старше 50 лет. Что же получается? А получается, что к 50 годам желательно уже иметь какой-то хотя бы небольшой капитал, который генерирует пассивный доход. И этот доход будет призван заместить хотя бы часть уменьшающихся естественным образом доходов от трудовой деятельности после 45 лет, о которых я сказал. Я тут даже не про пенсию говорю. Хотя, в общем-то, про пенсию было бы сказать и вполне уместно. Не про пенсию. Про пенсию я уже много раз говорю. Далее. Важным инвестиционным аспектом является накопление. Способность к накоплению, скорее. Нужно научиться копить не в ущерб качеству жизни и одновременно исключать излишнее потребление. На мой взгляд, это вообще ключевая фраза. Этот баланс для каждого из нас очень индивидуален. Для кого-то чашечка кофе с круассаном по утрам – просто необходимая вещь. А кто-то откажется от этого запросто и не напрягаясь. Кому-то важно обладать статусным автомобилем. А кто-то будет вполне доволен, передвигаясь на каршеринговом авто или даже на метро. А передвигаться пешком еще и полезнее. Понятно, что если вы владеете статусным авто и передвигаетесь на метро, это совершенно разные расходы. И тут важно начать копить. Ну или откладывать. И проникнуться в философию накопления. Захотеть копить хотя бы немного и регулярно. Это просто поможет вам в будущем. Ну и, кстати, не обязательно, что в далеком будущем. Вполне может быть и в близком. После внедрения системы накопления и фактического создания подушки безопасности, можно будет начинать и инвестировать. А это уже совсем другие перспективы. Далее едем. Хочу сделать акцент на том, что инвестировать нужно начинать как можно раньше. Именно время помогает сложному проценту раскрыться сильнее и приумножить ваш капитал на длительном горизонте. Если вы начнете регулярно инвестировать со студенческим скамьи, то вполне можете быть уверены, что к преклонному возрасту будете обладать вполне себе приятным капиталом, который поможет вам достойно жить на пенсии и даже раньше. И величина этих регулярных инвестиций не очень важна, как это ни странно. Важна регулярность, а еще важнее возраст, в котором этот процесс инвестирования начнется. И кстати, в комментариях я уже обнаружил среди примерно моих ровесников, ну как минимум двоих человек, обогнавших меня по сумме капитала и по величине дивидендной зарплаты. Есть такие люди. Возможно наинвестировать столько денег. Это работает. И встречались в комментариях несколько человек, которые уже близки к моим результатам. Кто-то немного старше, кто-то меня немного младше, но это в общем-то не важно. Инвестирование работает, но работает на длительном горизонте. Беда только в том, что молодежь гонится за быстрыми деньгами и по этим причинам очень подвержена спекулятивному и трейдерскому влиянию. Так как именно в этой области обещаются высокие проценты доходности за короткие периоды времени. Да и процесс там интереснее, веселее, энергичнее, движуха, адреналин. Правда, этот процесс не имеет ничего общего с правильным инвестированием. И ведет к потере и времени, и денег в конечном итоге. Ну а когда надоест терять деньги и придет понимание, приходите ко мне на канал и будем инвестировать правильно. И без суеты и спекуляций. И тем не менее, едем дальше. В рамках выделения важных аспектов в инвестировании, чем я сегодня занялся, обязательно нужно отметить, что многие инвестировать просто боятся. Боятся думать на эту тему. Развивать свои знания в этой области и зачастую ограничиваются просто накоплением или сбережением на депозитах. Непонимание и даже нежелание разобраться в этой финансовой сфере приводит к тому, что вы боитесь фондового рынка как чего-то просто непонятного. А следовательно, очень рискованного, по вашему мнению. Владеть акциями, по-вашему, это очень рискованно. И можно все потерять. Почему можно все потерять? Не понимаю я этого. Куда денется Лукоил или Газпром, например? Бизнесы развиваются со временем. Конечно же, не все развиваются одинаково. Есть и те, которые стагнируют и разоряются. Но в общем и целом акции компании растут со временем, при этом обгоняя инфляцию. Чем не может похвастаться банковский депозит на длительном периоде времени. Нет смысла бояться инвестировать, но есть смысл бояться не инвестировать. Если не заниматься спекуляциями, активным трейдерством, а довольствоваться приемлемой среднерыночной доходностью индексного инвестирования, подчеркиваю, индексного, то бояться нечего совершенно. Если же не инвестировать совсем, то рано или поздно наступят сложные финансовые моменты, которые вы не сможете преодолеть без кредитования, например. А выйти из финансового рабства под названием кредиты будет очень сложно. Ну, поверьте тем, кто в этом уже был. К тому же, в этом режиме, ну, в режиме, когда берете кредиты, когда вы в него вошли, вы придете к пенсионному возрасту ни с чем, а возможно еще и с кредитами. А достойно жить только на пенсионные выплаты, ну, очень сложно. Думаю, не нужно об этом рассказывать дополнительно. Ну, говорил уже не раз, да и все об этом прекрасно знаете. В общем, бояться нужно не инвестиций на фондовом рынке, а нищенского существования при отсутствии этих самых инвестиций. Отчасти именно эта мысль и была движущей силой в моем случае. Так, далее. Хочу также затронуть тему регулярности инвестиций сегодня и показать важность этого инвестиционного аспекта. Зачем инвестировать нужно регулярно? На самом деле, никто не знает, когда наступают просадки на фондовом рынке или даже серьезные финансовые кризисы. Никто не может этого предугадать точно. Хотя многие пытаются, некоторым, конечно же, это удается. Но удается, подчеркиваю, естественно, случайно. Но суть не в этом. Суть в том, что если вы инвестируете регулярно, то вы покупаете активы и по высоким, и по низким ценам. И общий результат усредняется, что позволит получить среднерыночную доходность на длительном периоде времени. А этого вполне достаточно для опережения инфляции и роста не только самого тела капитала, но и его покупательной способности, что даже важнее. Если бы, например, покупать ежемесячно компанию Сбербанка или Газпром на протяжении 20-30-15 лет, хотя бы на маленькую сумму, такую как 500 рублей, ну вот грубо, да, то на инвестированный капитал был бы очень хорошим к сегодняшнему дню. Даже не сомневайтесь в этом, просто посчитайте. И это был бы капитал, прошедший через несколько масштабных финансовых кризисов. Ну, то есть, когда эти акции очень сильно падали, но потом в итоге отрастали, и капитал рос. Едем дальше. Ну, и, кстати, не надо забывать, что там еще были и дивиденды. Едем дальше. И еще пока не все важное сказал. Важным будет еще являться и следующее соображение. Не стоит быть абсолютно уверенным в росте фондового рынка на коротком периоде времени. Да, природа фондового рынка такова, что активы растут со временем. Но бывают и периоды просадок. Периоды эти могут достигать и нескольких лет. Нет. Были такие прецеденты в истории. И это нормально. Очень опрометчивым будет решение поинвестировать несколько месяцев, например, чтобы накопить на какую-то покупку и быть уверенным в росте рынка. Ну, вот как сейчас идет эйфория. Дай-ка я сейчас наинвестирую и куплю себе резко айфон и потрачу на это мало денег. Ну, потому что рынок вырастет. Это так не работает. Самоуверенность и недооценка рыночных и спонтанных рисков инвестирования приводят к неожиданным и неприятным результатам. А потом все списывается на рискованность инвестиций. А по факту это самоуверенность, излишний оптимизм и недооценка рисков. Не надо очернять правильные инвестиции. Посмотрите просто, как вы принимаете решения некоторые инвестиционные. Копить краткосрочно на покупки лучше используя банковский депозит. А для чуть более продвинутых можно использовать короткие облигации федерального займа. А вот инвестировать это уже в долгосрок. Ну, не буду повторяться. И прежде чем закончить сегодняшнее видео, хочу поблагодарить зрителей, которые поддерживают просветительскую деятельность канала через Patreon. Это помогает каналу развиваться. Ну, а на сегодня это все, что я хотел вам рассказать. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и не забывайте писать комментарии. С вами был Александр. Пожелаю вам удачных инвестиций при правильном инвестиционном подходе. До скорых встреч на канале Финансовая независимость. Всем большого профита и да пребудет с вами сила сложного процента.